Здравствуйте, с вами Ольга Макуси, ведущая менеджер по подбору персонала компании Роско. В небольшой компании каждый сотрудник ключевой, но не всегда руководителю удается повлиять на решение об уходе. Что делать в подобной ситуации? Поговорим о том, как быстро заменить уволившегося специалиста без ущерба для компании. Что делать в первую очередь? После увольнения сотрудника, особенно внезапного, некогда анализировать ситуацию. Первоочередная задача – быстро найти замену уволившимся. Люди редко уходят, хлопнут без объяснения причин. В ваших интересах договориться со специалистом об отработке более длительного срока, чем две недели. Попросите поддержать вас до тех пор, пока вы не найдете ему замену, а также вести новичка в курс дела. Постарайтесь расстаться по-хорошему. Предоставьте человеку положительные письменные рекомендации и пообещайте оставить о нем устные отзывы новому работодателю при необходимости. Существует даже небольшая вероятность того, что человек одумается и решит остаться. Идеально, если вы сможете договориться о том, чтобы предшественник передал дела преемнику. В противном случае, вновь прибывшему сотруднику придется потратить много времени и сил, чтобы вникнуть во все нюансы работы. Что делать, если уволившийся сотрудник не идет на контакт? Если расстаться мирно не получится и сотрудник твердо в своем решении уволится с формальной отработкой или вовсе взял больничный и даже не вернулся в офис за документами, вам придется перейти к плану «Б». Кстати, о том, как оформить увольнение на больничном, мы рассказывали в одном из наших видео. На время отсутствия специалиста можно возложить часть его обязанностей на действующих сотрудников за дополнительную плату. Если закрыть вакансию своевременно не вышло, а весь имеющийся персонал занят другой работой и не обладает нужными компетенциями, рассмотрите такую услугу, как интерим-менеджмент. Вариант подойдет для временного привлечения руководящих должностей. Бывает так, что работник обеспечивал большую часть бизнес-процессов. Например, менеджер отдела продаж обслуживал 45% ключевых клиентов. Если в вашей фирме сложилась такая практика, это тревожный звоночек. Пора задуматься о пересмотре тактики и стратегии, чтобы незаменимость специалистов была сведена к минимуму. В таких ситуациях разумнее всего обратиться за помощью к рекрутинговому агентству или к проверенному рекрутеру. Есть даже частное агентство, которое специализируется на найме конкретных должностей в определенных населенных пунктах. Таким образом, вы за разумную плату сможете быстро и эффективно закрыть образовавшийся брэш в бизнес-процессах. Чтобы не попасть за подню при подборе сотрудников, можно доверить это профессионалам – специалистам по подбору персонала из компании «Роско». Если вам нужна помощь, позвоните нам по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Как сгладить последствия увольнения важного сотрудника? Чтобы быстро заменить работника без ущерба для собственного бизнеса, потребуется выполнить следующие действия. Первое. Определить цели и задачи организации. Второе. Сформировать ценности и принципы компании. Третье. Повысить контроль за соблюдением требований. При этом важно избегать давления. Четвертое. Рекламентировать бизнес-процессы. Распределить зону ответственности. Пятое. При необходимости произвести реорганизацию компании. Шестое. Создать систему мотивации. Седьмое. Подводить промежуточные итоги работы, хвалить лучших сотрудников и мотивировать не критиковать менее успешных. Первостепенная задача лидера – составить детальное описание бизнес-процесса в компании. Чтобы выяснить, кто и какую работу выполняет, необходимо четко определить обязанности каждого специалиста и зафиксировать в должностных инструкциях. Нужно понять, какие кадры действительно нужны, а какие балласты. Оцените, насколько равномерно распределена нагрузка на персонал и где в производственном процессе узкие места. Далее нужно выяснить, какие требования предъявить соискателям. Также стоит провести совещание с руководителем отделов соответствующей повесткой дня. После того, как деятельность компании будет алкограммитизирована, а результаты измеримы, вы сможете без лишних усилий заменить любого работника в вашей фирме. Но перед тем, как увольнять неэффективных, на наш взгляд, специалистов, или ждать, пока кто-то еще уволится по собственной инициативе, попробуйте понять причины текучести кадров. Возможно, пришло время поработать над корпоративной культурой, составить план по развитию и обучению действующих кадров. Рада, что вы досмотрели видео до конца. С вами была Ольга Макуси. Если у вас остались вопросы после просмотра видео, смело пишите их в комментариях к нему. Юристы компании РосКо с удовольствием на них ответят. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для вас лично. Будьте в курсе и будьте с РосКо. Редактор субтитров А.Семкин